Воспринимали и восприняли речь президента Украины, жители Киева и граждане Украины. Нам расскажет главный редактор портала Апостров Валерий Калныш. Он сейчас с нами на прямой связи по скайпу. Валерий, добрый день. Добрый день. Валерий, скажите, пожалуйста, сегодняшний праздник для украинцев это праздник или что-то еще? Нет, ничего другого, кроме как праздник быть не может, потому что Порошенко, в общем, прав. Прав, действительно, это, кстати, касалось первых годов независимости. 23, там 24 августа, 23 отмечается день флага, 24 день независимости. Это были достаточно искусственные праздники, они, ну, такие, знаете, несколько картонные были. Потому что, ну, было еще сильно вот этот советский бэк, советское восприятие праздников. То есть там больше и громче отмечали, там, 7 ноября какой-нибудь. То, что происходит сейчас в моей стране, это, ну, такого не было действительно никогда. И это не носит, знаете, элемента искусственности. То есть здесь никто никого не просит, никто никого не уговаривает, никто не выписывает каких-то петиций, разнарядок, сколько людей надо привезти. Хотя попытки, скажем так, на уровне, там, среднего звена, там, местных чиновников, такие попытки были. Поэтому на улицах ребята собирают деньги на краску, сами красят заборы улиц. То есть это действительно стал народный праздник. Люди действительно его отмечают, и они ценят этот праздник. Поэтому можно говорить о том, что вот с этого года День независимости стал, поистину, всенародным праздником. И я уверен, что в дальнейшем он будет отмечаться все шире и шире. Валерий, а что касается речи Петра Порошенко, то вот он все сказал, что от него ждали? Или, может быть, осталась некоторая недосказанность, от него ждали какой-то более эмоциональной, более содержательной речи? Или это то, что нужно было? Нет, это было то, что нужно. И надо сказать, что вот тут мы по-прежнему еще теряемся в догадках, кто пишет речь Порошенко. Уже успели сравнить его речь сегодняшнюю с его эмоциональной речью. Они очень хорошие, они очень выверенные, они очень тонкие, они не искусственные. И видно, что Порошенко, если не писал их сам, хотя есть именно такое подозрение, то во всяком случае очень внимательно вычитывал и вносил свои правки. То есть он подстраивал эту речь всегда под себя. Возможно, не хватало и как-то усилило бы речь, если бы вещи были названы своими именами, если бы прозвучала фамилия Путина, если бы прозвучало название страны Россия или Советский Союз, когда он говорил и об агрессии, и о праздниках. Но, в принципе, и без этого все было понятно. Был западный вектор озвучен, был озвучен намерение чаяния украинцев, заточенность и уверенность в нашей победе. Поэтому все было на месте. Ну, не знаю, может быть, действительно персонали в данном случае были как раз не важны, чтобы не акцентировать на них внимание. Потому что вот эти персонали, о которых я сказал, они, в общем-то, вторичные и не имеют никакого значения к нему независимости. А прежде всего это украинцы. Я отдельно хочу сказать, что когда начался объезд министром обороны праздничных и военных, которые там стояли, сначала он подъехал к воспитанникам училища Багуна, это вот по типу, как у вас, Суворовская. А после этого он подъехал к батальону, сводному батальону сил АТО. И то, что было на Майдане, это очень сильно было. Потому что, не сговариваясь, люди начали приветствовать тех бойцов, которые на время отвлеклись от боев на востоке страны, приехали в Киев и обратно туда же уезжают. И это нельзя было срежиссировать, это нельзя было поставить людей. Да, конечно. Валерий, а вот еще такой вопрос. Я утром сегодня фоном слушала речь Порошенко и пару раз услышала, как народ просто взрывался в приветствии. Вы можете сказать, на каких словах, на каких его тезисах это было, если вы помните? Ну, я помню, я слышал речь Порошенко. По-моему, речь идет о том, что когда он говорил о победе нашей, которая будет, и о праздновании... Вот это там цитата у него была, что события последних месяцев стали для нас, хоть не оглашенной, но настоящей войной. И она, возможно, войдет в историю, как отечественная война 2014 года. И когда он говорил о празднике, что не будет 23 февраля больше праздником для украинских военных. Что это будет свой праздник. Я, кстати, подозреваю, что этот праздник будет, ну вот осенью. Потому что он будет напрямую связан с теми победами, которые, я уверен, будут достигнуты в деле борьбы, ну, в рамках антитеррористической операции. Спасибо большое. С нами на связи из Киева был главный редактор портала «Апостров» Валерий Калныш. О том, как восприняли речь президента Украины Петра Порошенко на военном параде в Киеве по случаю Дня независимости Украины.